Вы любите песни с русскими матюками? Может быть да, может быть нет, но вы как минимум их слышали. И вот я вам хочу порекомендовать к прослушиванию отличный альбом с матюками, но на самом деле он не о матюках, он о другом, он очень о классной музыке и очень о классном всем, просто всем, что существует, альбом, которым я остался очень доволен, хотя сам не ожидал этого. Это я про альбом «Это жизнь» такой замечательной исполнительницы, как Зоя. Если в вашей жизни хоть раз случался Ленинград, то вы как минимум знаете, кто такой Сергей Шнуров. Или если в вашей жизни случался Сергей Шнуров, то вы как минимум знаете, что такое Ленинград. А если в жизни какой-то вокалистке случался Сергей Шнуров, то в ее жизни обязательно случится и Ленинград. А потом эта вокалистка будет всем напоминать, что я в Ленинграде пела. Но вы помните Юлю Коган, вы помните Алису Вокс, вы помните Флориду Чантурия, и кого-нибудь вы еще, наверное, тоже помните. Ну, по сути, вот три эти женщины, наверное, самые запоминающиеся из певиц Ленинграда. Ну, а теперь в Ленинграде появилась и вокалистка по имени Зоя. Но как сказать, она появилась? Да, она выступает с Ленинградом, но у нее есть теперь сольный проект. И в отличие от других вокалисток Ленинграда, то есть той же Коган или Вокс, которые ушли из Ленинграда и сделали сольные проекты, Зоя создан непосредственно Сергеем Шнуровым, который искал новую вокалистку для Ленинграда. Ему барабанщик посоветовал вот эту интересную девочку. Девочка пришла, и я так понимаю, что Сергей Шнуров сказал, «Вижу». И действительно, он сделал из девочки, которую звали Ксения Руденко, он из нее сделал Зою. Между прочим, если порыться в интернете, можно найти, как, собственно, Ксения пела до Ленинграда. И что окажется? Окажется, что она пела хорошо, классно, но она ничем не выделялась из других вокалисток. А здесь она просто зазвучала так, что я, ну, только мог держаться за стул, насколько это классно. Например, полно талантов, ну а зад посажен низко, баба-то без вариантов точно станет феминисткой. Я ее впервые офигенно оценил на третьей Ленинграда «Покаянная». Я просто поразился. Во-вторых, конечно, ее внешний вид, эти бровки, которые могут в 20 местах изломаться и выразить эмоции, ну, это кайф. Но это все визуал, это внешний вид. Немножечко, собственно, о музыке. Дело в том, что Сергей Шнуров, он, как бы вы к нему не относились, он классный продюсер. Он умеет делать хиты, он умеет делать хитовую музыку. Вот если посмотреть на альбомы, собственно, Коган или Вокс, то Коган, я безумно люблю Коган, но у нее первый альбом все-таки ничего так хорошо, хорошо сыгран. Тексты где-то вызывают вопросы, но, в принципе, неплохой. У Вокс плохо сыгран, но, интересно, есть хорошие хиты. А вот у Зои альбом «Это жизнь» он абсолютно все 14 треков, он хороший. В некоторых, может, конечно, за шкал пошлятины на чей-нибудь вкус, но в музыкальном плане настолько же грамотно и вкусно, и сочно сделано. Я даже посмотрел выступления Зои, причем нет, это не какой-то суперзвук, суперсвет, нет, они сняты на телефон. Тоже вот «Ленинграда» концерт к 8 марта на смартфон снятый в студии или выступления Зои в клубе, какого 11 марта, тоже снятые на телефон. Оно офигенно звучит даже так. Что говорит о качестве музыкантов? Как говорится, говорит Сергей Шнуров, что в проекте Зои задействованы музыканты «Ленинграда». Но я так понимаю, это какой-то обновленный состав. К сожалению, я пока не нашел каких-то точных имен, кто это. А в лицо я их, извините, не всех знаю. Вижу просто, что ребята там новые относительно «Ленинграда». Но пацаны играют мое почтение. Он аутентичный. Он звучит лампово, натурально, без вот электронщины, которая чаще портит, чем помогает. Это раз. Два. Стилистика. Стилистика, то есть романс, кабаре, немножко цыганщины и кача, и вот это вот, так сказать, свадебный дэнс. Вот это все там присутствует. Но оно вкусно сыграно. Оно не раздражает. Оно не отдает дешевизной. Вот же в чем прикол. И это же кайф просто какой-то. Лирические посылы. Ну, тут Сергей Шнуров, так сказать, во всей красе. Потому что, вот опять же, возвращаясь к текстам других вокалисток Шнурова, которые, вот там тоже кто-то писал, сразу чувствуется другой. Вот у них писали другие люди. Здесь писал Шнуров. Он может писать просто в трех словах, но оно звучит. Там не получается. Это талант, друзья мои. Это талант. Вы с ним не можете поспорить. Вы можете не любить, но поспорить не можете. Лично я для себя выделяю на этом альбоме, и может быть, с этих треков вам и стоит начать прослушивание. Эта песня, собственно, права. Потому что, потому что права, ну, права, значит, набожная. Секс-драк с валидол. Большой. Без причин. Я думаю, если женщины послушают песню без причин, это будет их любимая песня для девичников. Потому что точное попадание в состояние женщины там присутствует. Ну и, конечно же, песня Скалолаз. О ней хочется сказать отдельно, потому что мать его. Бэнд сыграл Гаспел. Но не тот Гаспел американский. Он сыграл вот это протестантское прославление, когда славят Иисуса, а здесь славят что-то другое. Но по музыке у меня четкая ассоциация со служением прославления есть. Потому что там оно. Ну вот вы вслужитесь, замените слова, которые там есть, на слово Иисус, у вас получится идеальная песня для прославления. Я больше вам скажу. Я как-нибудь запишу, что послушать про один альбом прославления, который мне очень нравится, вы поймете, о чем я говорю. Почему же это еще все так круто? Потому что Сергей Шнуров, опять же, я не буду умалять заслуг других музыкантов. Нет, они там шикарные, молодцы. Просто в некоторых случаях нужен направляющий. Вот таким стал Сергей Шнуров для группы Зоя. Он направил как музыкантов в правильную сторону, так и Зою в правильный так сказать формат исполнения. То есть, он создал персонажа из Ксении, он создал персонажа Зою, он наделил ее качествами, предысторией, глубиной. Ну, все, друзья мои, по Станиславскому. Там искусство переживания, сверхзадача. И она, когда поет каждый текст, ты веришь. Я верю тому, что она поет. И поэтому каждая песня там звучит круто. Потому что она правдива, она цепляет, она искренне. И, если посмотреть на живые выступления Зои, но это слушается и, слышится и через альбом. Она верит в то, что поет, и она кайфует от того, что она делает. Поэтому мне, как и музыканту, и как человеку, мне было очень приятно послушать этот замечательный альбом. Я рекомендую его послушать и вам, естественно, без детей. Поэтому ссылочки, вот они есть. Как говорится, слушаем Зою, наслаждаемся жизнью, может быть, немножко чувствуем себя с женщинами. Всем хорошего музла! Попа катила, запахам сандала, в церковь я ходила, так и загадала.